Марс Решением правительства завода имени Лавочкина поручено создать автоматические межпланетные станции для исследования планеты Марс По идее советских ученых исследование планеты должно проводиться не только с орбиты искусственного спутника но и с помощью спускаемого аппарата в атмосфере и на поверхности Марса позволяет получить более широкую и полную информацию о планете и тем самым начать ее дальнейшее планомерное изучение Мы ожидали и другие испытания Ведь спускаемый аппарат должен осуществить спуск в разреженной атмосфере планеты и мягкую посадку на ее поверхность Если мысленно последовать за космическим аппаратом подлетающим к Марсу то увидим примерно такую картину Проведена последняя коррекция До планеты осталось 4,5 часа полета Расстояние примерно 60 тысяч километров От орбитального отсека отделяется спускаемый аппарат Уже через 15 минут спускаемый аппарат ушел от орбитального отсека на 1000 метров Теперь двигатель увода не причинит ему вреда Для обеспечения заданного угла атаки при входе в атмосферу планеты спускаемый аппарат разворачивается Чтобы сохранить это положение на пассивном участке Пороховые двигатели производят закрутку вокруг его оси Одновременно отбрасывается выполнивший свое назначение двигатель увода вместе с соединительной фермой Как только датчик перегрузок сообщит о встрече с атмосферой Марса Пороховые двигатели останавливают вращение спускаемого аппарата Начинается первый этап торможения аппарата за счет аэродинамического сопротивления При скорости 3,5 маха по сигналу датчика отношения ускорений вводится вытяжной парашют Затем раскрывается герметический торовый отсек и вводится основной парашют Специальные подвески амортизируют динамический удар который неизбежен при раскрытии парашюта Отброшен, ставший ненужным, тормозной конус По сигналу с радиодатчика малых высот включается двигатель увода основного парашюта Отделяется нижняя часть тора с двигателем мягкой посадки Цель достигнута Станция на планете Программа испытания автоматической марсианской станции предусматривала ее поэтапную отработку На центрифуге имитировались нагрузки на спускаемый аппарат с учетом его колебаний при аэродинамическом торможении в атмосфере Марса На наклонные стенки имитирующие силы тяжести на Марсе проверялась вертикализация автоматической марсианской станции В конце апреля 1971 года на полигоне проходили последние проверки станции Однако приходит момент, когда ракету можно вывозить на старт ракета-носитель взметнется ввысь и выведет автоматическую станцию в космическое пространство в сторону планеты Марс Исследование и освоение космического пространства это тяжелый кропотливый труд десятков тысяч людей и не всегда он сразу завершается удачно 10 мая 1971 года Неудача постигла и станцию М-71 которая должна была стать первым искусственным спутником Марса Станция не стартовала с орбиты искусственного спутника Земли И наконец 19 мая в 19 часов 22 минуты 49 секунд Сообщение ТАСС Снова к Марсу В полете советская автоматическая станция Марс-2 28 мая в 18 часов 26 минут 30 секунд Стартовал Марс-3 В полете Марс-3 Советская автоматическая станция летит к Марсу Полет космического аппарата Серьезный экзамен для конструкторов Именно с него и начинается настоящая оценка проделанной работы Впервые в истории Спускаемый аппарат станции Марс-3 Осуществил мягкую посадку на поверхность Марса Место посадки Южное полушарие между областями Электрис и Фаэтонис В районе с координатами 45 градусов южной широты И 158 градусов западной долготы После посадки лепестки раскрываются Придавая станции положение близкое к вертикальному Одновременно раскрываются антенны Станция приступает к работе Выносится прибор для определения химического состава грунта Включается прибор для определения скорости ветра Начинается передача фотопанорамы И научной информации с поверхности Марса Выносится самоходный аппарат Для исследования физических характеристик поверхности планеты Данные, полученные с помощью этого прибора Должны показать, насколько пригодна марсианская поверхность Для передвижения по ней самоходных аппаратов Вдавливанием конуса во время запланированных остановок Можно определить прочностные характеристики марсианского грунта За 15 минут, прежде чем орбитальный отсек скроется за горизонтом Марса И выйдет из зоны радиосвязи Научная информация, собранная станцией Будет передана на его борт Для ретрансляции на Землю Так должно было быть Но как было в действительности? Принятые с поверхности Марса Радиосигналы были непродолжительны и резко прекратились После расшифровки определено Радиосигналы переданы телекамерой Известно, что на Марсе бывает пыльной бури В годы великих противостояний по наблюдению астрономов Бури становятся особенно сильными Не исключено, что это могло явиться одной из возможных причин прекращения связи со станцией Станции Марс-2 и Марс-3 стали искусственными спутниками планеты Марс В память о большом научном и инженерном подвиге многих коллективов На выставке достижений народного хозяйства Установлен макет автоматической межпланетной станции Марс-3 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова